Моисей Стихи 1, 13 Стихи 1, 13 И беседовали с Иисусом. При сём Пётр сказал Иисусу, «Равве, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Ибо не знал, что сказать, потому что они были в страхе. И явилось облако, осеняющее их, и из их облака исшёл глаз глаголющий, «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». И, внезапно посмотрев вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, он не велел никому рассказывать о том, «Что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мёртвых». И они удержали это слово, спрашивая друг друга, «Что значит воскреснуть из мёртвых?» И спросили его, «Как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде?» Он сказал им в ответ, «Правда, Илья должен прийти прежде и устроить всё, и сыну человеческому, как написано о нём, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришёл и поступили с ним, как хотели, как написано о нём». Что вы знаете об Ильи? В предшествующем отрывке из Писания, Евангелие от Марка, глава 8, Господь сказал своим ученикам, что Он возвратится к Богу после того, как завершит своё служение здесь, на этой земле, и что Он умрёт и воскреснет через три дня. Пётр тогда попытался его отговорить, за что Господь упрекнул его. После этого рассказа мы видим, что 8 глава заканчивается следующими словами Господа. «Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда прийдёт в славе Отца Своего со святыми ангелами». После этого 9 глава повествует о явлении Илии и Моисея, беседующих с Иисусом. Об этом написано и во всех других Евангелиях, особенно в Матфея глава 17 и Луки глава 9. А сейчас давайте вернёмся к Марка глава 9 стихи 2-й, 4-й. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иоакова и Иоанна и возвёл на гору высокую особо их одних и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег, как на земле белильщик не может выбелить. И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом. Когда Иисус взял Петра, Иоакова и Иоанна на высокую гору, Он преобразился перед ними, и Его одежды сделались такими белыми, что ни один белильщик на земле не мог бы их так отбелить. Это преображение Господне предвосхищает наше преображение, которое произойдёт, когда Господь вернётся и заберёт нас. Поскольку Господь преобразился в сегодняшнем отрывке из Писания, мы, рождённые от воды и духа, тоже неожиданно преобразимся. Вот, что показывает нам Господь в сегодняшнем отрывке из Писания. Марка, глава девятая, стих четвёртый гласит, «И явился им Илья с Моисеем и беседовали с Иисусом». Когда Илья и Моисей явились перед Иисусом, который преобразился в святой образ и беседовали с ним, ученики смотрели на это с изумлением. Увидев это, Пётр сказал, «Равви, хорошо нам здесь быть, сделаем три кущи, тебе одну, Моисею одну и одну Ильи». Но он сказал это, потому что испугался преображения Иисуса. Ученики так перепугались, что не знали, что сказать и трепетали от страха. Затем сошло облако и осенило их, и из него раздался голос, «Сей есть сын мой возлюбленный, его слушайте». Но оглянувшись, они уже не увидели ни Илью, ни Моисея, а только стоящего Иисуса. Когда ученики сходили с горы, после того, как увидели это чудо, Господь не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе сын человеческий не воскреснет из мертвых. Не понимая, что это означает, ученики только смотрели друг на друга, пытаясь узнать, что думают другие. Они недоумевали, что все это значит, что он имеет в виду под воскресением из мертвых. Кроме того, книжники в то время учили, что сначала должен прийти Илья, и поэтому ученики пришли в еще большее недоумение. Поэтому они спросили Иисуса, как же книжники говорят, что Ильи надлежит прийти прежде? Он же сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти прежде и устроить все. И Сыну Человеческому, как написано о нем, надлежит много пострадать и быть уничижену. Но говорю вам, что и Илья пришел и поступили с ним, как хотели, как написано о нем. Это означает, что Илья уже пришел, чтобы приготовить все, но из-за того, что люди того времени его не узнали, они им пренебрегли и поступили с ним очень плохо. Вместо этого народ израильский более всего почитал Моисея, и поэтому ученики поняли, почему явился Моисей, но они не до конца поняли, для чего явился Илья. Вот почему они спросили Иисуса о пророчестве, о возвращении Ильи. Здесь Илья это Иоанн Креститель, который сыграл роль посредника между Ветхим и Новым Заветами. Вот что говорит нам Бог в девятой главе Евангелия от Марка. Представитель Ветхого Завета это Моисей. Иоанна глава первая стих семнадцатый гласит Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. По окончании эпохи Моисея наступила эпоха Иисуса Христа и мостом между этими двумя эпохами является никто иной как Иоанн Креститель который пришел с сердцем Ильи. В Матфея глава одиннадцатая стих четырнадцатый Господь говорит И и если хотите принять он есть Илья которому должно прийти Кто же этот Илья которому должно прийти мы можем узнать об этом обратившись к Матфея глава одиннадцатая стих двенадцатый От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется и употребляющие усилия восхищают его Другими словами Иисус говорит что этот Илья которому должно прийти есть никто иной как Иоанн Креститель Таким образом Илья играет очень важную роль моста соединяющего Ветхий Завет с Новым Как вам самим известно Илья был Божьим служителем который избавил народ израильский от греха и долопоклонства Он пророк который привел израильтян обратно к Богу чтобы они в него уверовали и дал им возможность спастись от грехов Ни один ветхозаветный пророк не потрудился так как Илья Несмотря на то что Моисей получил закон и дал его израильтянам они этот закон нарушили В противоположность этому Илья был Божьим служителем который по Божьему повелению предстал перед израильтянами идолопоклонниками явил им силу Бога показав что Он жив и благодаря этому привел израильтян обратно к Богу и отвратил их сердца от идолов поэтому Бог сказал в Малахия глава 4 стих 5 вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением дня Господня великого и страшного пообещав послать Илью перед последним днем гнева это значит что Бог пошлет Илью как своего служителя который приведет многих людей живущих во грехе обратно к нему Господь сказал что Он пошлет Илью а также что этот Илья придет перед его пришествием и согласно этому слову Иоанн Креститель уже пришел в духе Ильи однако народ израильский обошелся с этим духовным Ильей очень плохо этот духовный Илья Иоанн Креститель который установил взаимосвязь между ветхозаветным законом и Иисусом Христом Иоанн Креститель это посредник человечества таким образом мост который соединяет ветхий завет с новым это никто иной как Иоанн Креститель без роли которую исполнил Иоанн Креститель в новом завете как служитель Божий Иисус просто не смог бы спасти человечество от греха несмотря на то что пришел на эту землю вот почему чтобы спасти человечество от греха Бог назначил Иоанна Крестителя представителем человечества и повелел ему возложить грехи всех людей на тело Иисуса таким образом исполнив свою правду Бог сделал так чтобы человек спасался от греха осознанно Тайна рождения свыше не означает что Бог задумал спасти человечество так чтобы никто этого не понимал но он сделал так чтобы всякий кто боится Бога и чье сердце готово принять его понимал это и так подобно тому как Илия привел народ израильский обратно к Богу он пообещал что пошлет нам своего служителя Илью перед наступлением последнего дня великого гнева Иоанн Креститель пришел к нам в соответствии с этим обетованием будучи зачатым в теле Елисаветы жены Захарии из дома первосвященника Аарона Иоанн Креститель пришел на шесть месяцев раньше Иисуса который родился на этой земле из тела Девы Марии таково было проведение Бога чтобы исполнить его правду придя таким образом на эту землю Иоанн Креститель крестил Иисуса Христа чтобы переложить на него все грехи человечества когда тот пришел на реку Иордан в возрасте тридцати лет приняв это крещение от Иоанна Крестителя Иисус понес на себе все грехи мира затем он понес их на крест умер на нем воскрес из мертвых через три дня и таким образом спас нас всех поскольку Иоанн Креститель крестил Иисуса а Иисус принял это крещение все праведное дело Божье исполнилось чтобы спасти человечество от всех грехов вот как Иоанн Креститель стал посредником между Ветхим и Новым Заветами Закон гласит что возмездие за грех смерть поэтому у каждого человека нет иного выбора кроме как умереть за свои грехи вот почему никто не может соблюсти закон Божий по-настоящему однако приняв крещение и принеся в жертву свое тело Иисус однажды заплатил за все грехи вместо нас Иисус совершил посредническое спасение между Богом и нами именно для того чтобы это посредническое спасение стало возможным Иоанн Креститель переложил все грехи человечества на Иисуса раз и навсегда вот почему через день после крещения когда Иоанн Креститель увидел его несущим грехи мира он сказал вот агнец Божий который берет на себя грех мира Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе Христе как о спасителе человечества который понес на себе бремя грехов человечества то есть грехов мира и таким образом стал посредником между ветхим и новым заветами мы действительно должны понимать смысл служения или и в Иоанна глава первая стихи шестой восьмой Библия говорит об Иоанне Крестителе следующее был человек посланный от Бога имя ему Иоанн он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о свете дабы все уверовали через него он не был свет но был послан чтобы свидетельствовать о свете это означает что Иоанн Креститель пришел чтобы засвидетельствовать об Иисусе и именно благодаря Иоанну Крестителю каждый смог должным образом понять что Иисус это спаситель конечно все вы тоже должны это понять это потому что сколько бы вы не хотели верить в Иисуса как своего спасителя если вы не знаете этой истины значит вы обычный последователь мирской религии будь вы пастор или мирянин если вы не знаете Евангелия воды и духа то будучи обманутыми сатаной вы можете попытаться утвердить только собственную правду в своей жизни веры и в конце концов восстанете против правды Божьей сколько бы человек не думал что он получил прощение грехов уверовав в Иисуса если он восстает против правды Бога он действительно превратится в его врага и поэтому душа этого человека погибнет на горе преображения Иисус неожиданно преобразился а одежды его стали белыми как снег и ему явились Илья и Моисей и беседовали с ним это показывает нам что Илья исполнил свою роль посредника между Моисеем и Иисусом Христом Иоанн Креститель раз и навсегда переложил все грехи человечества на Иисуса Христа а Иисус в свою очередь взял на себя все эти грехи человечества до единого посредством своего крещения затем он пролил свою кровь и умер на кресте чтобы за все эти грехи заплатить а воскреснув из мертвых он таким образом завершил наше спасение и благодаря этому мы тоже получили прощение грехов чтобы воссиять белым светом подобно Иисусу и мы теперь можем войти в Царство Небесное иными словами Бог избавил нас от всех недостатков чтобы мы вошли в Его Царство даже если вы хорошо знаете евангельскую весть если вы попытаетесь объяснить ее другим вам наверное будет очень трудно я видел многих знаменитых пасторов которые выступали по христианскому телевидению и толковали крещение Иисуса по-разному но я никогда не видел чтобы кто-нибудь из них дал правильное объяснение что написано в Матфея глава 11 стихи 13 14 сказано ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна и если хотите принять он есть Илья которому должно прийти то есть Иоанн Креститель это тот самый Илья который должен прийти Иоанн Креститель духовный Илья засвидетельствовал об Иисусе Христе как о нашем Спасителе и о том что Иисус спас нас от всех грехов мира взяв их на себя раз и навсегда посредством своего крещения однако многие руководители христиан не знают Евангелия воды и духа даже несмотря на то что их глаза широко открыты и в результате не могут засвидетельствовать об этом никому в том числе и собственным душам из-за того что эти руководители христиан не знают Евангелия воды и духа когда они слышат как кто-то свидетельствует об этом Евангелии они относятся к этому человеку как к еретику когда мы ведем духовную войну против сатаны и рассказываем им об этом Евангелии их первой реакцией является его отвержение вот что происходит на самом деле поэтому вам нелегко проповедовать Евангелие тем кто еще не родился свыше проповедуя это Евангелие вы не только должны набраться твердой решимости но и ваша вера должна быть непоколебимой а без такой непоколебимой веры проповедовать это Евангелие невозможно мы верующие в Евангелие воды и духа имеем в своих сердцах святого духа и поэтому мы принимаем эту евангельскую истину как должное здесь вы должны осознать что принятие Иисуса как спасителя без понимания роли Иоанна Крестителя только превратит вас в обычного последователя мирской религии с какой бы страстью вы не верили в Иисуса как в своего спасителя вы не сможете омыться от своих грехов если не признаете что грехи мира были переданы Иисусу Христу когда Иоанн Креститель крестил его и что Иисус возложил на себя все грехи до единого посредством своего крещения поскольку мы получили прощение грехов мы верим что Иоанн Креститель сыграл роль посредника между Богом и нами и что Иисус понес на себе все наши грехи приняв крещение от Иоанна умер на кресте воскрес из мертвых и тем самым спас нас навечно и благодаря этой истине мы можем жить нашей верой несмотря на наши слабости и еще тверже стоять в своей вере в Евангелие воды и духа иначе это никак невозможно я ясно говорил об этом во всех своих трудах Иисус пришел чтобы исполнить роль посредника между Богом Отцом и нами грешным человечеством зная о том что мы никогда не приблизимся к Богу из-за своих грехов Иисус взял на себя все грехи человечества раз и навсегда приняв крещение от Иоанна крестителя умер на кресте и воскрес из мертвых благодаря этому Он совершил наше спасение исполнив для нас свою посредническую роль чтобы всякий верующий в правду Иисуса мог смело приблизиться к Богу Иисус смог исполнить свою посредническую роль между Богом Отцом и человечеством только благодаря роли Иоанна крестителя конечно это свершилось по замыслу Бога Отца без роли Иоанна крестителя и служения Иисуса никто не смог бы не избавиться от греха не признать Иисуса спасителем Библия говорит в Иоанна глава первая стихи шестой восьмой был человек посланный от Бога имя ему Иоанн он пришел для свидетельства чтобы свидетельствовать о сыне дабы все уверовали через него он не был свет но был послан чтобы свидетельствовать о свете это означает что Иоанн креститель пришел чтобы засвидетельствовать об Иисусе Иоанн креститель передал грехи человечества Иисусу через его крещение а поскольку Иоанн креститель об этом засвидетельствовал мы знаем что Иисус Христос – это наш Спаситель, что Он понёс на Себе все наши грехи, приняв крещение, что Он умер на кресте, что Он воскрес из мёртвых и что Он тем самым стал нашим Спасителем. Поэтому на следующий день после крещения Иисуса Иоанн Креститель сказал «Вот Агнец Божий, который берёт на себя грех мира». Иоанна, глава 1, стих 29. В то время нелегко было говорить, что Иисус – это Агнец Божий. Это потому, что если бы кто-нибудь в те времена объявил, что Иисус – это Сын Божий, люди без всякого колебания забросали бы этого человека камнями насмерть. Однако, несмотря на это, Иоанн Креститель смело проповедовал эту истину всем людям. Подобное могли сказать только люди, которые делали дело Божье. Но не каждый мог им об этом сказать. Однако Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе, говоря, «Он есть Сын Божий. Он пришёл, чтобы взять на себя грехи человечества. Он действительно понёс их все на себе, приняв крещение от Меня. Он умрёт на кресте. Он воскреснет из мёртвых. И тем самым Он спасёт нас. Он – жертвенный Агнец Божий. Он – Агнец искупления. И в соответствии с этим свидетельством, Сын Божий Иисус, Который пришёл на эту землю, как жертвенный Агнец Божий, понёс на себе все наши грехи посредством своего крещения и, подобно тому, как ветхозаветных жертвенных животных убивали перед жертвенником всесожжения, он был распят насмерть. Илия и Моисе явились на горе Преображения и беседовали с Иисусом. И здесь вы должны понять, почему Илья явился вместе с Моисеем. Несмотря на то, что представителем Ветхого Завета является Моисей, его последним пророком и первосвященником является Иоанн Креститель, духовный Илья. Если бы Иоанн Креститель не засвидетельствовал обо всех фактах спасения, включая и тот факт, что Иисус понёс на себе все наши грехи посредством крещения, мы бы не смогли преобразиться подобно Иисусу. Мы не смогли бы не получить прощения грехов, не омыться от грехов до снежной белизны, если бы не свидетельство Иоанна Крестителя. Фактически, событие, которое произошло на горе Преображения, не просто рассказывает нам о его преображении, но оно означает, что если мы с вами уверуем в Иисуса Христа, который пришёл с Евангелием воды и духа, мы омоемся от греха до снежной белизны и станем чадами Божьими. Итак, подобно тому, как преобразился Иисус, мы тоже преобразимся. Но как совершится это наше преображение? Мы преобразимся, познав и уверовав в то, что сделали Илья, Моисей и Иисус. Вот чему учит нас сегодняшний отрывок из Писания. Люди были созданы по образу Божьему, но когда они впали в грех вследствие искушения сатаны и плотской слабости, они утратили образ Божий и стали грешниками и рабами сатаны. Благодаря кому люди снова преобразились в образ Божий? Конечно же, благодаря Богу. Бог дал нам закон через Моисея. Благодаря закону мы осознали свои грехи. А Иоанн Креститель передал грехи человечества Иисусу Христу. Взяв на себя наши грехи, Иисус Христос был затем распят, воскрес из мертвых и таким образом спас нас. Вот как Он целиком нас преобразил, полностью нас спас и сделал нас чадами Божьими. Однако большинство христиан не знает, что Иоанн Креститель это посредник между Иисусом Христом и нами, людьми, и не понимает, что посредником между Богом Отцом и человечеством является Иисус Христос. Хоть они и говорят, что верят в Иисуса, на самом деле они не понимают, что сделал для Иисуса Иоанн Креститель и просто утверждают, что слепо верят в Иисуса. Но в действительности это суеверие. Почему Илья и Моисей явились Иисусу на горе Преображения? Они это сделали, потому что Моисей был представителем закона, тогда как Илья был мостом между Иисусом и Моисеем, то есть звеном, соединяющим Ветхий Завет с Новым. И этот Илья означает новозаветного Иоанна Крестителя. Как написано в Матфея глава одиннадцатая стихи одиннадцатый четырнадцатый сам Иисус назвал Иоанна Крестителя представителем человечества и Ильей, который должен прийти. Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его, ибо все пророки и закон прорегли до Иоанна, и если хотите принять, он есть Илья, которому должно прийти. Существует ли такой человек, который не рожден женщиной? Среди вас нет людей, которые родились без матери, не так ли? Поэтому, когда Иисус сказал, истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больший Иоанна Крестителя, он имел в виду, что Иоанн Креститель является представителем человечества. Иисус взял на себя все грехи человечества посредством крещения, которые он принял от Иоанна Крестителя. Иисус должен был взять грехи человечества на себя, а Иоанн Креститель должен был переложить их на Иисуса, крестив его. В принципе, это тоже звучит разумно. Именно потому, что Иоанн Креститель крестил Иисуса, тот сказал, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. То, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, означает, что Иоанн передал грехи мира Иисусу, а тот принял их все. Вот почему Иисусу надлежало быть распятым насмерть, а воскреснув из мертвых, он стал нашим спасителем. Иоанн Креститель действительно исполнил роль посредника между Ветхим и Новым Заветами. Как и гласит Иоанна глава 1 стих 17 Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бог дал человечеству закон через Моисея, а через Иисуса Он даровал благодать и истину, чтобы освободить нас от закона. Почему в Библии здесь упоминается благодать? Это потому, что мы, грешники, удостоились чести войти в Царство Небесное не за свои дела. Это было достигнуто не благодаря нашим собственным усилиям, но это стало возможным благодаря жертве Иисуса. Вот почему Иисус стал посредником между Богом и нами. И мы должны понимать роль этого посредника правильно. Кто ваши посредники? Ваши посредники это ваши верующие предшественники. Иисус это посредник между Богом и нами, рожденными свыше, а мы, получив прощение грехов, посредничаем между Иисусом и теми, кто еще не был искуплен. Без посреднической роли, которую исполняют искупленные люди, кто еще мог бы узнать о том, кто такой Иисус и как Он принял на себя ваши грехи через Иоанна Крестителя? Неужели вы смогли узнать об этом сами? Многие христиане слепо верят в Иисуса, не задумываясь о том, почему Он был крещен. Они верят в Иисуса бессмысленно. Именно потому, что те, кто первыми получили прощение грехов, сыграли роль посредников, вы тоже смогли познать Евангелие воды и духа, а также понять и уверовать, что Иисус принял на себя грехи мира через Иоанна Крестителя, был распят насмерть, воскрес из мертвых и тем самым стал вашим спасителем. Поскольку возмездие за грех смерть, мы поистине должны умереть за свои грехи, но благодаря тому, что Иисус принял их на себя через Иоанна Крестителя и заплатил за них на кресте вместо нас, мы стали праведниками, уверовав в этот факт. Разве можно уверовать в Иисуса, не зная об этом? Поклонение какому-то неизвестному Богу это суеверие, и поэтому если вы верите в Иисуса, по-настоящему его не зная, это ничем не отличается от какого-нибудь суеверия, поэтому вы обязательно должны получить об Иисусе верные познания. Кто истинный посредник между Богом и вами? Это Иисус. Кто же посредничает между Иисусом и нами? Никто иной, как Иоанн Креститель. Иисус есть истинный Бог. Первое Иоанна глава пятая стих двадцатый. Сам Бог воссоединил нас с собой. Иисус был крещен Иоанном Крестителем и благодаря этому крещению Он принял на Себя все грехи человечества раз и навсегда. А затем Он был распят насмерть под бременем всех этих грехов мира, а воскреснув из мертвых, Он спас нас раз и навсегда. Ветхий Завет заканчивается книгой пророка Малахии, и в ней предсказано, что снова придет Илья. Этим Ильей был никто иной, как Иоанн Креститель. И согласно этому пророчеству Иоанн Креститель родился на этой земле на шесть месяцев раньше Иисуса, засвидетельствовал об Иисусе и переложил на Него все грехи мира, крестив Его. Из-за этих грехов, которые Иисус принял на Себя в то время, Он умер на кресте, а воскреснув из мертвых, Он завершил спасение человечества. Иоанн Креститель был посредником во всем этом. Таким образом, Он стал посредником между Ветхим и Новым Заветами. Также Иоанн Креститель засвидетельствовал об Иисусе как об Агнце Божьем, который берет на Себя грех мира и о том, что совершил Иисус. Именно ради этого дела Иоанн Креститель пришел на эту землю. Понятно ли вам теперь роль Иоанна Крестителя? Его делом была передача всех наших грехов Иисусу, чтобы Христос мог нас спасти. Именно потому, что Иисус был крещен Иоанном Крестителем, Он смог понести на Себе все наши грехи. И чтобы заплатить за эти грехи, Иисус был распят насмерть, а воскреснув из мертвых, Он завершил дело нашего спасения. Иоанн Креститель засвидетельствовал обо всем этом, а именно о том, что Иисус есть истинный Бог и Сын Бога Отца. Представителем Ветхого Завета является Моисей. Моисей довел народ израильский только до реки Иордан, откуда была видна земля Ханаанская, а затем Он умер, чтобы прибыть с Богом. Это означает, что предназначение закона в том, чтобы научить нас о наших грехах, и когда мы их осознаем, мы должны прийти к Иисусу Христу. Учения закона ограничиваются только этим, а во всем прочем он для нас бесполезен. Сам закон не может принести нам прощения грехов. Хотя Моисей увидел землю Ханаанскую издалека, он умер, не войдя в нее. Так же само и закон учит нас только о наших грехах. Именно благодаря закону мы осознаем себя грешниками перед Богом. И именно благодаря Иоанну Крестителю мы понимаем, как Иисус взял на себя наши грехи. Мы стали народом Божьим, осознав и уверовав, что Иисус взял на себя все наши грехи посредством крещения, которые Он принял от Иоанна Крестителя, и что Он совершил наше спасение, умерев на кресте и воскреснув из мертвых. А в тот день, когда Иисус вернется на эту землю, мы тоже преобразимся, подобно тому, как Он неожиданно преобразился на горе преображения. Библия говорит, что наши тела изменятся, когда Господь вернется на эту землю, как и написано. Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие. Первое. Коринфянам, глава пятнадцатая, стих пятьдесят третий. Вот, что показывает нам Бог через преображение Иисуса в сегодняшнем отрывке из Писания. Иисус принял на Себя все наши грехи раз и навсегда посредством своего крещения. Все наши с вами грехи были возложены на Иисуса. Под бременем наших грехов Он был распят насмерть, а воскреснув из мертвых, Он спас нас всех. Воскресший Иисус ныне восседает Одесную Бога Отца. Именно уверовав в этого Иисуса Христа, как в нашего Спасителя, мы можем получить прощение грехов. И даже несмотря на то, что мы все еще пребываем в несовершенной плоти, мы твердо стоим перед Богом и живем верой. Как еще мы могли бы получить прощение наших грехов, если грехи, которые мы совершаем на этой земле красны, красны, как пурпур, как еще мы могли бы стать чадами Божьими и безгрешными людьми. Таким образом, мы должны твердо это знать, в это верить и продолжать слушать слово и размышлять над этой истиной. Здесь вы должны понять, что вы спасаетесь верой, а отнюдь не какими-нибудь своими плотскими делами. Бог нас с вами спас, даровал нам мудрость и разум и дал нам силы для всего. Но мы ничто, если мы не трудимся для него. Бог повелел нам делать это дело и пообещал нам, что мы преобразимся подобно Иисусу. Сами мы не сможем сделать ничего, чтобы послужить Богу. Мы должны понять и смиренно признать, что мы служим Господу именно теми силами, которыми Он нас наделил, и наши сердца должны быть более расположены к труду, чем наши тела. Именно в сердце своем мы должны стоять перед Богом с верой, и с этой верой мы должны трудиться. Иоанну Крестителю хватило смирения, чтобы умолиться перед Господом и сказать «Ему должно расти, а мне умоляться». Иоанна глава третья стих тридцатый «Мы тоже должны расположить свои сердца к Господу. Мы просто делаем то, что нам поручено». Тот, кто не готовится к будущему, остается ни с чем и живет жалкой жизнью нищего. Если к будущему нужно готовиться в нашей плотской жизни, то не тем ли более в духовных делах. Вера в тот факт, что Иоанн Креститель стал нашим посредником, это и есть подготовка наших душ к будущему. Всякий раз, когда вы проповедуете Евангелие воды и духа другим людям, вы должны четко объяснять им важность крещения Иисуса, независимо от того, примут они это или нет. Если вы не можете запомнить стихи из Библии, чтобы это показать, запишите их заранее и прочитайте их людям. Давайте повсюду распространять Евангелие воды и духа с верой в эту истину. Объединившись вместе, давайте всеми своими силами проповедовать Евангелие до конца мира. Евангелие 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 Евангелие